Всем привет! Вы на канале Готовим Дома. Сегодня я покажу 5 красивых салатов, которые я чаще всего готовлю на новогодний стол. Салаты очень вкусные и красивые, и готовлю я их не только на Новый Год, но и на другие праздники. Буду рада, если вам пригодятся такие салаты. Первым приготовим оригинальный с виду вкусный и простой в приготовлении салат Муравейник. Такой салат никогда не задерживается на столе. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты для салата. Один свежий огурец разрезаем пополам. Каждую часть огурца трем на терке для корейской морковки. Тертый огурец кладем в сито, чтобы стекла лишняя жидкость. 100 грамм сыра трем на крупной терке. 2 средних помидора разрезаем на 4 части и вырезаем семена. Мякоть помидоров нарезаем соломкой. 300 грамм отварного куриного филе руками разбираем на волокна. Теперь приготовим картофель для салата. 2 больших картошки трем на терке для корейской морковки. Натертый картофель перекладываем в миску и заливаем холодной водой. Промытую от крахмала картошку перекладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. В сковороду наливаем подсолнечное масло примерно сантиметровым слоем и ждем, пока оно хорошо нагреется. Натертый и уже обсушенный картофель жарим маленькими партиями до золотистого цвета на большом огне. Будьте внимательны, картошка жарится быстро. Обжаренный картофель снимаем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Майонез перекладываем в кондитерский мешок, чтобы было удобнее наносить на салат. Еще больше праздничных салатов смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Складываем салат. Первым слоем кладем 2 трети части куриного филе и раскладываем его по блюду. Слои приминать не нужно, салат должен оставаться воздушным. Каждый последующий слой делаем немного меньше предыдущего, чтобы получилась горка. На этот и каждый последующий слой наносим сеточку из майонеза. Вторым слоем кладем большую часть огурца. Опять наносим сеточку из майонеза. Третий слой из помидоров, их тоже выкладываем примерно 2 трети части. Овощи немного солим и наносим майонез. И четвертым слоем кладем 2 трети тертого сыра и майонез. Дальше повторяем опять все слои в том же порядке, выкладывая оставшиеся ингредиенты. Сверху весь салат посыпаем хрустящей картофельной соломкой. Весь салат солим и украшаем веточками укропа. Салат муравейник получился очень вкусным и нежным. Жареная картофельная соломка придает этому салату особенный вкус и вид. Обязательно приготовьте такой салат на праздничный стол. Вторым приготовим салат розы из огурцов. Салат вкусный и готовится очень просто. Такой салат отлично подойдет на праздничный стол. Сначала замаринуем лук. Одну луковицу нарезаем полукольцами. Нарезанный лук кладем в миску. К нему насыпаем 1 чайную ложку сахара, пол чайной ложки соли. Все заливаем одним стаканом кипятка. И сюда же наливаем 2 столовые ложки яблочного или столового 9% уксуса. Все перемешиваем и оставляем мариноваться лук на 15 минут. Пока маринуется лук, подготовим остальные ингредиенты. Одну 200-граммовую баночку маринованных шампиньонов нарезаем половинками. Если грибочки более крупные, то разрезаем их на 4 части. 3 вареных яйца режем кубиками. 300 грамм запеченной куриной грудки нарезаем кубиками. Как вкусно и легко запечь куриную грудку, смотрите у меня на канале. Ссылка на экране и внизу под видео в описании. 100 грамм сыра трем на крупной терке. В миску кладем нарезанные грибы, куриную грудку, яйца, сыр и маринованный лук. Все немного солим и перчим. Салат заправляем 2 столовыми ложками майонеза и перемешиваем. Готовый салат перекладываем в миску, в которой будем подавать его на стол. 3 огурца среднего размера нарезаем тонкими пластинками. Пластинки огурцов вставляем по кругу в салат, имитируя лепестки розы. Чтобы было удобнее, помогаем себе вилкой или ножом. Также у меня на канале есть праздничное меню. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился вкусным и сытным. Готовится он очень просто и легко. И несмотря на свою простоту, на столе такой салат смотрится красиво и празднично. Следующим приготовим очень вкусный салат с необычной подачей в виде початка кукурузы. Такой салат на праздничном столе выглядит ярко и красиво. И обязательно понравится всем вашим гостям. Если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно подписывайтесь и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 100 грамм промытого чернослива заливаем кипятком и даем настояться 10 минут. За это время подготовим другие ингредиенты. 150 грамм сыра трем на крупной терке. 3 вареных яйца тоже трем на крупной терке. С чернослива сливаем воду и нарезаем небольшими кусочками. Кто не любит чернослив, то его в этом салате можно заменить оливками. В миске смешиваем тертый сыр. Чернослив, подготовленные яйца и треть банки консервированной кукурузы. Остальную кукурузу оставляем для украшения. Сюда же выдавливаем 1 зубчик чеснока через пресс. Все заправляем 2-3 столовыми ложками майонеза и перемешиваем. Салат выкладываем на продолговатое блюдо в виде початка кукурузы. Сверху салат украшаем оставшейся консервированной кукурузой. Также на моем канале вы можете найти рецепты мясных закусок на праздничный стол. Ссылка на экране или в описании под видео. Листовую обертку на кукурузе будем делать с помощью зеленого лука. Перья лука разрезаем вдоль. Внутреннюю сторону листа смазываем майонезом. Подготовленными луковыми листами украшаем салат сверху. Салат в виде кукурузы получился очень красивым и вкусным. Чернослив обогащает вкус салата и делает его еще вкуснее. Четвертым приготовим необычный, красивый и, конечно же, очень вкусный салат в виде морковки. Готовится салат несложно и из доступных продуктов. Сначала подготовим грибы для салата. 250 грамм шампиньонов нарезаем на пластинки и обжариваем на сковороде на большом огне, постоянно перемешивая. Пока жарятся грибы, мелко нарезаем одну луковизу среднего размера. Когда грибы почти полностью готовы, добавляем к ним лук и жарим до золотистого цвета. В конце все солим, перемешиваем и оставляем остывать. Пока остывают грибы, подготовим остальные ингредиенты. Две отварных картофелины трем на крупной терке. Две отварных морковки трем на мелкой терке. Два соленых огурца натираем на крупной терке. 250 грамм ветчины режем мелкими кубиками. Маслину разрезаем пополам и нарезаем на мелкие полукольца. Начинаем собирать салат. Первый слой картофельный. Кладем его на тарелку, придавая форму морковке. Размер моей тарелки 30 на 22 сантиметра. Картошку немного солим и смазываем майонезом. Следующим слоем выкладываем жареные грибы. Сверху их немного смазываем майонезом. На грибной слой кладем нарезанную ветчину. И тоже смазываем майонезом. Дальше выкладываем натертые огурцы. Весь салат по бокам и сверху смазываем майонезом. Все равномерно покрываем тертой морковкой и выравниваем вилкой. В салат вставляем небольшой пучок петрушки, имитируя ботву морковки. И завершаем украшение салата полосками тонко нарезанной маслины. Из этого количества ингредиентов получилось 2 тарелки такого салата. Салат получился очень вкусным, сочным и сытным. Он отлично смотрится на праздничном столе. И пятым приготовим салат с пекинской капустой, курицей и кукурузой. Салат получается очень вкусным и свежим. И к тому же готовится такой салат очень просто. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала для салата подготовим мясо. Берем 300 грамм куриного филе, моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Мясо солим со всех сторон. И посыпаем приправой карри. Все хорошо растираем по мясу руками. Подготовленное филе кладем на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем на большом огне до красивой румяной корочки. Примерно 2 минуты сначала с одной стороны, а затем с другой. Когда мясо поджарилось с двух сторон, наливаем в сковороду полстакана кипятка и накрываем ее крышкой. Огонь уменьшаем до минимума и тушим филе под крышкой примерно 15-20 минут. Пока готовится мясо, подготовим остальные ингредиенты. Мелко шинкуем 400 грамм пекинской капусты. Берем один большой сладкий перец и вырезаем у него семянную коробочку. Мякоть перца нарезаем кубиками. Филе уже готово. Вынимаем его из сковороды и даем немного остыть. Остывшее куриное филе нарезаем сначала вдоль на пластинке, а затем нарезаем небольшими кубиками. В большую миску кладем подготовленную пекинскую капусту, нарезанный перец, одну банку консервированной кукурузы и нарезанное куриное филе. Салат немного солим, не забываем, что кукуруза и филе уже соленые. Перчим по вкусу. Салат заправляем примерно 2-3 столовыми ложками майонеза. И хорошо перемешиваем. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с пекинской капустой, курицей и кукурузой получился очень вкусным и легким за счет овощей. Готовится такой салат быстро и получается его много. Такой салат можно приготовить как на каждый день, так и на праздничный стол. Если вам понравились рецепты таких красивых салатов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием. Готовьте вкусно, готовьте вкусно.